Уменекононаку корони, эпизод номер 47 для ютуба, всех приветствую, мы продолжаем проходить визуальную новеллу, когда плачут чайки Да, давайте потихонечку переходить, так камеру чуть поправлю Да, вот так вот Мы вернулись в гостиную, я испытал легкое беспокойство, когда мы ушли Жуткий магический круг или еще что-нибудь в этом роде вполне мог появиться на двери гостиной, но к счастью, ничего такого там не оказалось Спасибо, Генжи-сан, это достаточно, вы тоже, будьте дать отдыхать Спасибо, Генжи-сан, это очень страшно Спасибо, Генжи-сан, это очень страшно Но, почему он не встанет? Он, после три года, был в комнате Натухи-сан, но он не встанет Давай, унифор Позли в генжи-сан Что это самое плохое, что в том, что в генжи-сан, не было смысла Ну что, она одна, возможно, не было смысла Ну, не знаю, но ведь Думаю, что в генжи-сан Это не было смысла Генжи-сан 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 Ну, не знаю, но ведь цикады, по-моему, были очень популярны в свое время Так что, в принципе, франшиза-то, вся эта довольно-таки известная Просто уже довольно-таки старая «На-м, мать- produces ломбочку» Генжи-сан Генжи-сан Что, чего, еще раз Продолжение следует... 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 Да, да. Я пришла сюда, а вот здесь. Что ты делаешь, Мария? Батаракун, это написание? Нет, это... Я пришла сюда. Что ты делаешь? Это комната была полностью закрыта. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Мария, приезжай. Материка нет. Тетя Роза прикрыла глаза, затем молча кое-что обдумав подозвала Марию. Мария подчинилась словам матери. Как только она это сделала, случилось нечто невероятное. Ну да. Тетя Роза навела ружье на меня. Что тупая что ли? Что? Что? Что это? Я... Я... Я только сейчас вернулся к этой комнате. Я смотрел на эту комнату. И я не знаю что-то. И... Мария тоже не знает. Это не только время. Но... Я не знаю что-то. Я не знаю что-то только. Я не знаю что-то. Что это? Я не знаю... М... М... Меша-ше. Что ты мне поставил? Уй, уй. Я только что не знал и открыла. Что ты не думаешь? Я не знал. Я не знал. Ты не знал. Ты не оставил что-то туда. Так. Это мое место. И зачем ему это делать было? Логику! Hello! И что бы это ему дало? Что бы это было? Что бы это было? Что бы это было? Я убил тебя! Что бы это было? Почему бы это было бы не так? Я не могу уничтожить! Да, да. Даже если вы получите большие деньги, то я не верю, что я не верю, но я не верю. Но... может быть... Я не знаю. Я не знаю. Например, что Рудольф не был родственник, но... Это, на самом деле, неплохой аргумент. Это правда. Аааа? Я думаю, что я думаю, что... Я не знаю. Но я не знаю. Но я не знаю. Я не знаю. Дааа! Налище! Сегодня, кстати, было у нас. Бузке, спасибо. Мне без filledance. Но я не буду слышать о знаменах. sy cardboard УууууууууууууууууууууууууууууууууууууУууаууууу Уууууууууууууууууууууууу manten condition что с Since te Nana Бааля уууууууууууушнома Да нет? У Mayorежк Neg DBNх Нетуни Если на testsах М cons injury Это был Баттла, который был сын Рудольфа. Что? Я не Баттла! Кто? Рудольфа, и мы с вами встречались в 6 лет. Что? Ты ебут дала? Думаю, что ты действительно не могла представить? Ты действительно не был дуран Баттла, а не был дуран Баттла, уникальный какой-то человек. Ты, что ты действительно могла представить. Сейчас, где-то! Поехали! Поехали! У меня я! Уширомия Баттла! У меня это все! Ты действительно Уширомия Роза? Ты сам сам! У других людей! Да, да. Ты так говоришь! Если вы не сможете принести себя, то есть только ты! У меня только чего! Скажем, я расскажу вам. Они живут в доме Джорджи. У меня есть ключей для того, чтобы он был в доме. У него есть ключей для того, чтобы он был в доме Джорджи. И что, у нас только у него Мастерки, что он был в доме и Роза. Они только у меня! Это ваш умение. якур антар сиан не до цели оттеки улетать уме он и сами и титул мастер кино учитываться кусту река что стандарь сон на кота сиро его как они и т.д. гостик я вел там счет скинул а вообще как может что-то годное да сейчас в тему я наисконечна лицо сонна на атенин армонка а на ка жиме то ли кмеда башни указать кайшю садову сиреней саране мастер ки гагуку ка дока у тага сито и т.д. а у 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 т.д. а на дохажет у т.д. а у т.д. а у т.д. а у т.д. а ты можешь наказать что там ничего не было Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Гензи-сан, а остальные все. Еще Кинзи-с живой. Ханни-с, нет. Переодевается и бегает. Как это такое? Я так до сих пор не увидел, где это сыграло. Как это? Роза-оба-сан, что она очень любит Роза-оба. Роза-оба-сан. Все, все покажется, блин. Найс рофлюш. Смерти все, столь-ти все, столь-ти все, столь-ти все. Беатриатча. Беатриатча. В деда пошел, да, да, в деда точно О, это дед Да, Акинза, давно тебя не было Похоже, некоторое время назад Кинза задремал Он нашел свои очки и посмотрел на часы Было 10 вечера Кинза поднял с кресла свое тяжелое тело И приблизился к портрету ведьмы Которую он пристально разглядывал каждый день Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Это уже звучит супер стрёмно, держу в курсе Девушки отдыхают кинза взвыл в гневе затем внезапно упав на колени он затрялся и зацарапал стену тут же он разрыдался совсем дедулька поплыл ты там определись а эти реально взрослый мужик это все озвучивал украшеный мужик это я не могу украшеный мужик это Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что ж, даже если бы это не заставило человеческую женщину полюбить тебя, это могло бы подействовать на женщину, не являющуюся человеком. Кинза, ты не забыл? То музыкальное шахматное произведение, что ты играл со мной, все еще продолжается. Кинза, как будто что-то неожиданно вспомнив, подошел к шахматам. Расположения фигур остались таким же, как во время последней партии, когда он играл с Наджо до вчерашнего дня. Так, Госяк что-то скинул, надо чекнуть, да, наверное. Ну, это так. Ладно, я покажу, конечно. Видимо, появление. После этого очистив шахматную доску от всех фигур, он начал выстраивать их в линию одну за другой. Это была подготовка к текущей игре. Что? Кинза ждал напротив пустующего места соперника. Конечно же, очень скоро его оппонент появится здесь, и он сможет начать эту партию снова. Ты глупец, Кинза. Ты хотел бы извиниться? Ты хотел бы снова увидеть мое лицо? Ты хотел бы сохранить мою улыбку навечно? Почему ты не можешь сказать гораздо более простое слово? Даже если оно является единственным элементом мира. О, ничего себе. И тут Кинза пробормотал молитву, просьбу. Наверное, все-таки лучше это стоило назвать бормотанием. Это были чистые слова, словно сказанные невинным ребенком без всякого слова умысла. Ты действительно глупец, Кинза. Если бы у тебя когда-нибудь будет возможность прожить свою жизнь заново, знаю, что эти слова никогда бы не заставили женщину влюбиться в тебя. Именно так, если только не случится чудо. Итак... В это время Кинза услышал негромкий стук, отличающийся от того, как стучали слуги. Кто это? Женщина за дверью не ответила. Кто это? Я слышал. Я ответил? Я ответил? Женщина за дверью не ответила. Лола, ты его так выманят? Женщина за дверью не ответила. К девятым сумеркам, как возродится ведьма, и кто в живых остался, будет мертв. В смысле, пять, четыре? А! Сама аж Беатрича типа еще живая, точно. Точно. Да, я просто, ну, как бы, я именно из семьи типа четыре. Батлер, Мария, Роза, Генши. Кинза убили, только что. Фигура Батлера виднелась в обеденном зале. Ему не хотелось возвращаться в домик для гостей под таким дождем. Он вяло слонялся по особняку в поисках места, где он мог бы расположиться и в конце концов превратил обеденный зал в свою крепость. Пока Роза Кинза только что не убили, не? Я думал, честно, что его прям сейчас и убили. Ну да, в этом смысле ты прав, Кила. Он даже не заперся. Он думал, что, возможно, теперь, когда он отделился от всех, бесформенные убийцы или золотая ведьма придут, чтобы убить его. Но он больше не думал о противостоянии преступнику. Напротив, у него не возникало даже желания воспользоваться замком, чтобы удержать преступника. Он хотел, чтобы тот человек пришел к нему открыто лицом к лицу. Окажись, это убийца. Он подумывал попросить его рассказать об этих невероятных фокусах с закрытыми комнатами в качестве прощального подарка. Окажись, это ведьма. Думал он то, она хотя бы отнимет его жизнь своей удивительной магией. Однако, какая ирония, ни один из них не пришел встретить Батлера. Батлер открыл бар и от души наслаждался спиртным. Нигде больше не оставалось никого, чтобы возмутиться... Возму... Кто бы возмутился тем, что он распивает алкоголь. Он смело водрузил обе ноги на изысканную скатит и смаковал высококачественные спиртные напитки, вероятно стоившие сумасшедшие деньги, прямо из горла каждой бутылки. О, лол. В этот момент кто-то постучал. Батлер понял, что кто-то наконец пришел поприветствовать его. В Японии пить до 20 запрещено. Держу в курсе. Нет, 20. 21 это в Америке. Держу в курсе. Держу в курсе. Генжи-сан открыл дверь и поклонился. Стало быть, Генжи-сан все-таки был преступником? Или может быть сообщником? Эта теория, возможно, объяснила бы большую часть хитростей. Если что, батлер бухой напоминает. Батлер бухой напоминает. Батлер бухой напоминает. Поэтому так себя ведет. Батлер бухой напоминает. Батлер бухой напоминает. Батлер бухой напоминает. Генжи-сан все-таки. Батлер бухой напоминает. а будет лор лорный эпизод мое опьянение как рукой снял эшгрон был пьян я опустил ноги со стола и внимательно прислушивался ожидать дальнейших слов генджи ватурас у яка то матч не чоксет ухана шоу чикарелного и руси от них джейсом а тач от дедов что сарай татой сон кучерой вон на и москва ну давай сказав не следовать за ним генджи-сан двинулся по коридору окончательно отдали в хмель я пошел вслед за ним а уличить мы поднялись по большой лестнице на третий этаж генджи-сан остановился на полпути затем он обернулся и сказал утром курию либо трусом его и к и декил муну мирусу так вот так Я понял, Монрайс. Хорошо, хорошо. Генжи-сан в последний раз проверил, готов ли я узнать правду. Восьмые сумерки уже закончились. К девятым сумеркам уже возродится ведьма, и кто в живых остался, будет мертв. Это означало, что Беатрича уже возродилась. И, наверное, никому из нас не позволят выжить и вернуться. Если я все равно расстанусь жизнью, под конец я бы хотела узнать правду. Как бы ни было, трудно принять ее. В будущем? В каком будущем? В каком будущем? Я вот думаю, наверное, даже сделал здесь паузу, серия чуть покороче выйдет, но я так понимаю, сейчас пойдет контент. И поэтому я лучше здесь закончу этот эпизод. Да, это будет, мне кажется, хорошее решение. Что ж, мы подобрались к определенной точке. Очень жду, что будет дальше. С этим эпизодом мы пока прощаемся. Конец записи.